Всем привет! Сегодня я буду готовить тортик без выпечки. Мне иногда хочется чего-то такого этакого, не такого, как обычно, и при этом, чтобы это было вкусно, быстро, просто и легко. И главное, чтобы понравилось всей моей семье. Делается этот тортик очень просто, получается довольно-таки большой, подойдет и на праздничный стол, и просто как тортик чаю. Давайте приступать! Для начала я на ночь отвесила сметану. Вот так в обычной хб полотенечко подвесила, и она у меня стекала. Также нам понадобится еще печенье и остальные продукты по списку, что вы видите на экране. Также оставлю их и внизу в описании под видео. Шоколад нужно растопить. Шоколад у меня черный, можно взять и какой-то молочный, а можно и вовсе не использовать шоколад. Сметану с сахаром начинаю взбивать. Сметана у меня отвешенная, и из нее получилось 427 грамм из 700 грамм сметаны. Сметана у меня была и 15-процентная, и 20-процентная. После того, как сметана взбилась, это уже был изначально очень хороший крем, можно и ним переслоить, добавляю к ней шоколад. И сразу же перемешиваю, чтобы шоколад у меня не кристаллизировался, потому что сметана у меня была холодная из холодильника. А шоколад еще немного теплый, но уже не горячий. Перемешиваю. Вот такой вот стабильный крем получился. Довольно плотный сметанный крем. Я буду вот такие вот печеньки брать. Удобнее, конечно, когда печеньки квадратные, но я квадратных в этот раз не нашла, поэтому использую такие вот прямоугольные. Обязательно заварите кофе. Можно также использовать какое-то сладкое молоко, но здесь у меня просто 1 чайная ложка кофе, заваренная в 150 грамм водички, кипятка. И пропитываю ним печеньки. Затем на печеньки выкладываю половину крема. И потом у меня пошли светлые печеньки. Можно использовать только шоколадные, либо только светлые. Но так рисунок в разрезе получается красивее, когда внизу и сверху шоколадные, а посерединке такие светленькие. Светленькие пришлось мне внизу чуть-чуть подрезать сами печенюшки, потому что они больше, чем шоколадные. Поэтому и, собственно, удобнее использовать именно квадратные печеньки, они обычно стандартного размера. Пропитали мы и белые печеньки и сверху на них я выкладываю сгущенку. Сгущенку ровным слоем распределяем по печенькам и на сгущенку посыпаю арахис. По желанию арахис можно немножечко порубить ножом, чтобы его и больше казалось, и он был мелче. Арахис, кстати, лучше брать именно соленый, так вкуснее получается. Затем на арахис пойдет шоколадное печенье опять. Конечно же пропитываем, не забываем пропитывать, так наш тортик получится вкуснее. Выкладываем весь крем и этим кремом выравниваем вверх и подравниваем боковушки чуть-чуть. Затем мне нужно приготовить глазурь. Пока тортик я отправила в холодильник, отправляю всю эту смесь на плиту. При постоянном помешивании довожу до кипения первые пузыри и снимаю. Вся смесь должна стать у вас однородной и обязательно прогреться, чтобы раскрылся вкус какао. Я еще теплую смесь выкладываю на тортик. Если вы будете использовать сливки вместо сметаны, то лучше дождитесь пока смесь остынет, чтобы сливки у вас не потекли. А боковушки я присыпала оставшимися печеньками. Оставила этот тортик пропитываться на ночь и теперь его уже можно разрезать. Он хорошо пропитался полностью весь. Сейчас отрежем кусочек, посмотрим какой он получился красивый внутри. Вот такой вот многослойный тортик у нас получился. Он очень вкусный, очень сочный и пропитанный, очень интересный. Обязательно попробуйте, не забывайте конечно же поставить свои пальчики вверх. Очень жду ваших комментариев и отзывов, как вам этот тортик. С вами как всегда был Кекс, до новых встреч, пока-пока!